СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Поход самопожертвования. Холодное известие. В середине лета 9-го года Хиджры от сирийских торговцев до жителей Медины дошла неприятная новость. Римляне Византийской империи и подчиненные им племена арабов собрали войско для похода на Медину. Причин похода было несколько. Во-первых, упадок авторитета византийцев в глазах соседних государств после поражения Примуте. Во-вторых, ослабление доверия к византийцам со стороны подчиненных арабских племен, поскольку победа 3000-го войска мусульман на 200-тысячной армии византийцев стала причиной того, что подчиненные племена начали думать о своей независимости от византийцев. Разгром мусульман на их территории способствовал бы укреплению авторитета и власти византийцев среди подчиненных племен арабов. Подготовка Получив сведения о подготовке противника к сражению, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, объявил готовиться к бою и мусульманам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пояснил людям, что этот военный поход будет особенным и тяжелым. Дни были жаркими, а путь далеким. К тому же поспел урожай фиников. Несмотря на это, мусульмане услышали веление своего предводителя и стали жертвовать свое имущество для военных целей. Первым пожертвовал все свое состояние – 4000 дирхемов, досточтимый Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. Затем Омар, да будет доволен им Аллах, отдал половину от того, что имел. Больше всех внес Усман ибн Афан, да будет доволен им Аллах. Тысячу динаров, 300 верблюдов и 50 коней со всем снаряжением. Кроме того, он пожертвовал и весь свой торговый караван со всей поклажей. Некоторые приносили по нескольку горсти фиников, поскольку это все, что они имели в доме. Женщины отдавали свои украшения. Лицемеры. В период подготовки к сражению с византийцами проявилась истинная сущность лицемеров. Они насмехались над теми мусульманами, которые жертвовали малым, и сплетничали о тех, кто проявлял щедрость. Вместе с этим лицемеры вели разговоры за спиной посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, которого беспокоило предстоящее сражение с таким сильным врагом, как Византийская империя. Под разными предлогами они взяли разрешение у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, остаться дома и не идти в поход. Отправление. Во вторник первого дня месяца Раджаб 9-го года хиджи, 630-й год нашей эры, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, во главе 30 тысяч воинов покинул Медину. Мусульманам никогда раньше не приходилось выводить такие большие силы. Войско направилось прямо к Табуку. Табук – название места, расположенное в 700 километрах на северо-западе от Медины. В настоящее время это крупный город с населением 800 тысяч человек. В этом походе ощущалась большая нехватка продовольствия и верховых животных. Один верблюд приходился на 18 человек, а воины были вынуждены питаться древесными листьями и забивать верблюдов, чтобы пить воду, которая скапливалась в желудках этих животных. По этой причине этот поход получил название «Похода, проходившего в трудных условиях». Через несколько дней мусульманам все же удается добраться до Табука. В Табуке Получив сведения о приближении посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего и его войска, византийцев и их союзников охватил страх, и они не осмелились идти вперед и сражаться, рассеявшись в пределах своей страны. Это сыграло на руку мусульман, которые оставались в Табуке 20 дней. За это время несколько местных племен заключили с посланником Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, перемирие. Покушение По истечении 20 дней мусульмане под руководством посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, направились обратно в Медину. По пути назад в одном из горных проходов 12 человек из числа лицемеров предприняли попытку убить пророка, да благословит его Аллах и приветствует, напав на него. Однако с дозволения Всевышнего реализовать задуманное им не удалось. Находившийся в сопровождении пророка Хузаифа ибн Яман, да будет доволен им Аллах, сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, их имена и рассказал об их намерениях. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, попросил Хузаифу держать их имена в секрете. Поэтому Хузаифу стали называть хранителем тайны посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Путь в Медину занял 30 дней. Мечеть лицемеров До похода на Табук лицемеры построили мечеть неподалеку от Кубы с целью вбить клин раздора в ряды мусульман посредством интриг, а также увеличить свои силы. Лицемеры пригласили пророка, мир ему и благословение Всевышнего, совершить намаз в их мечети. Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, пообещал это сделать после похода. Однако по воле Всевышнего пророк, мир ему и благословение Всевышнего, узнал о планах лицемеров и велел разрушить и сжечь мечеть. О тех, кто не участвовал в походе По возвращении пророка, мир ему и благословение Всевышнего, в Медину к нему стали приходить лицемеры и просить прощения за то, что не участвовали в походе. В подтверждении своих правдивых слов они клялись на воде, испив ее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, не стал предъявлять к ним претензии, а оставил на справедливый суд Всевышнего. Среди не участвовавших в походе, не считая лицемеров, были и три сподвижника. Они – Кап ибн Малик, Мурара ибн Рабя и Хиляль ибн Умэйя, да будет доволен имя Аллах. Они явились к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и признались, что не имели каких-либо причин не идти в поход. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, велел им раскаяться и ждать повеления Всевышнего. За это время никто не должен был общаться с ними. Через 50 дней Аллах не спосылает аят, в котором говорится о их прощении. Аллах простил и тех троих, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала тесной для них, несмотря на ее просторы. Их души сжались, и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, чтобы они могли раскаяться. Воистину Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Сура Тауба. Покаяние. 118 аят. Субтитры создавал DimaTorzok